друзья на озон нашла горшки такие для цветов классные вот такие вот круглые и вот такие вот цилиндрические они меня в четырех размерах сейчас я буду саживать и вот такой достаточно большой он на 5 литров и сейчас буду пересаживать и немножко про них расскажу интересные необычные горшочки достаточно такие тяжеленькие из чего они сделаны и как вообще выглядит тоже расскажу и вообще кажется их можно назвать безупречная классика может быть просто как скандинавский стиль или там лофт то есть они такие строгие лаконичные я обожаю их вот у меня здесь 4 их 4 размера хотела дать вам еще один совет если у вас нет керамзита под рукой вот нет и все а цветы нужно сажать я никогда не выкидываю вот эти пробки берем острый нож и их нарезаем аккуратно конечно не порежьтесь у меня есть такая особенность что я могу порезаться и кружочки потом наполовинку с острым ножом они режутся неплохо и я их использую вместо керамзита вместо дренажа грунт у меня теравита с добавлением вермикулита и у меня здесь такой вот росточного регаты по пирамии она мне очень понравилось и конечно уже пора пересадить вообще как сажает наполняет грунтом и здесь делают вот такой вот как бы отверстие сейчас покажу как это делается чтобы вы курсе были и здесь по окружности заполняется грунта и теперь можно посадить осталось полить и красота кашпо действительно так хорошо протирается у меня есть подобные они вот матовые и вот грязь и забивается в эти шершавинки здесь видите такого нет очень удобно поэтому мне очень это нравится в этот горшочек мне хочется пересадить у меня уже перерос этот цветок это сенсивьера gold honey по моему называется сорт здесь у меня уже видите они какие стали большие горшочками мелковат и я буду сюда их пересаживать они прям как созданы для друга добавлю грунта и все что красавчик на месте да есть разница как красиво смотрится любой интерьер вот у меня здесь 4 их 4 размера цилиндрические это меня 5 литров и два с половиной литра для небольших растений на счет того же из чего они изготовлены они изготовлены из полимера он хорошо моется долговечен и также их можно использовать как в помещении так и на улице а классический я взяла два с половиной литра и 2 1 и 3 литра не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео и что и 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 друзья чем я занимаюсь смотрите это коллизия тут три сорта должно быть но видите один только по моему очень хорошо развивается и что я делаю как вообще создать вот такую большую плотную шапку когда они начинают вот так вот перерастать пока еще маленькие я вот так нарезаю и это дает то что шапочка будет такой плотненькой потому что если мы отрезали вот эту часть пойдут 23 из пазух и сапочка будет очень хорошая это как бы формировка но в то же время я беру еще одно кашпо мне их выкидывать жалко сажать их очень просто они для такой степени не капризные что можно формировать и формировать вот такие кашпо и сажаю вот так вот я по кругу вот эти небольшие они не укорененные только отрезанные вы сейчас это видели я их вот так вот сажаю и вы знаете буквально через две недели сейчас погода солнечная хорошая летом будет такая плотненькая красивая шапочка кашпо можно подвесить и концу летом все прям бывает прям вот чуть-чуть такая огромная огромная шапка если я найду фото я вам приложу и особенно очень красивая розовая коллизия но она капризничает друзья вы знаете я вот их покупала весной 3 чинка один вот такой светло-желтенький второй вот сейчас который сажаю тоже каприза немножечко он светло-желтый и розовая коллизия на немножечко поменьше у нее листочки ну мне кажется она самая самая капризная сейчас я вам ее покажу я хочу в середку попробовать еще раз ее посадить сколько я ее не сажала но она вот капризничает вторая ложка и это я все посадил от у меня был два а три вот таких маленьких череночка вот она розовая видите как ее мало сейчас я попробую ее тоже отрезать 2 и посадить в новое но вот здесь вот они трех сортов вот эта светленькая то это более темная обычная и розовая все угрон был увлажненный поэтому поставлю на светлое место и очень очень быстро они пойдут в рост